Привет, зрители! Джили Атлспросин с нами. Моноприводная конфигурация с новой трансмиссией, как вы понимаете. Лишился автомобиль преселектива, лишился электромотора, но при этом, естественно, стал доступнее. Сам двигатель известен по кулыре, но теперь 177 сил, так как и у гибрида. Интересная, да, составляющая, в общем, как части конструктора меняют Джили их и восполняют потребность в том, чтобы вы получали тот мотор, который вам действительно нужен. 260 моментов обещают и задувает весенний ветер. Нужно уже стартовать, посмотреть, на что машина способна. В остальном, под подвески все то же самое, независимая никакой балки, так что управляемая должна быть огонь, как у гибридного автомобиля. Прыгаю внутрь. Шумоизоляция класс, кстати, вот попала одновременно с конкурентом от Хавала, Хавейла, там шумоизоляция хуже. Впрочем, там поговорим про другое видео. В общем, Джили это более европейзированная машина, которая интересна по, прежде всего, возможностям управления и наслаждения от движения. Итак, что внутри? Посмотрите, полноценный обзор. В целом, версия простая. Хочешь стеклянную крышу, хочешь глонасс, ну, глонасс, в общем, по другой причине отсутствует, выбирай, соответственно, полный привод. Я, кстати, с одной стороны, за него рад, то полноприводный вариант с гибридом, да, соответственно, он прилагается ему. С другой стороны, здесь даже расход у меня получился, ну, не больше, чем у того же самого гибрида. В общем, паритет такой, хотя, казалось бы, да, и быстрее этот автомобиль. Тоже, что удивительно, чем гибрид. В общем, с одной стороны, я посрамлен, да, с другой стороны, ну, полный привод. Это же полный привод, друзья. А вот было бы сейчас слякоть. Какой там бонопривод? Вот, видите, даже уже с кабриолетами люди поехали на Alfa Romeo. Но у нас, видите, ждем от них кабриолетов, кстати, тоже, да. Ну, а так, да, настоящий европеец. Запускаем. Жевает приборочка. Наверное, расход у нас будет. Что там по сенту, по расходу? 8, 6, 9, 7. Ну, видите, да, то есть, из 10 не выходит. Что ж, прекрасная экономичность. Вот, что называется турбина, высокая форсировка. Придем в стромбизине, а? И, возможно, соответственно, экономить на небольших оборотах. Когда скорость поддерживается, естественно, на собственное движение тратится меньше и КПД выше. В общем, турбо это сила, турбо это мощь. Ну, а теперь драйв. Все остальные возможности, конечно, смотрите. Основной обзор. Итак, нас все интересует именно езда, обороты и все такое. Поехали. Плавно работает автомат. Вот, в целом, не могу сказать, что бесшовность по переключениям, он достаточно такой классический. Немедленный, небыстрый, совершенно нормальная автоматическая трансмиссия, вот как ожидаешь. Думаешь, конечно, что будет поинтереснее, чем, кстати, если трекшн отработал, а? А, вот она тяга, вот она, моментная тяга. И, удивительно, вот полный приют в данной ситуации, да, не задействовал бы ЕСП. Поэтому, по-сухому, думаешь, он тебе не нужен. В этой серии, когда, да, там, есть какой-то, да, швейцарский нож у тебя, и думаешь, да зачем, я же обычно себя пользуюсь, зачем я швейцарский. И тут что-то надо подкрутить, швейцарский нож помогает. Вот полный привод то же самое. По сути, да, всегда с собой возишь дополнительную уверенность, что правильно. Ну, а тем, кто понимает, он должен выбирать, да, осознанно. Осознанно для этого все эти видео, потому что вы понимали, и поэтому я качаю за полный привод, потому что ощущается. Даже вот ты говоришь, ну, давай, нормально, полный монопривод, нормально. А, опа, и трекшн срабатывает, думаю, что ну, как так? А вот так. Ну, ладно. В общем, допустим, выбираете вы моноприводную версию, и, слава богу, поехали. Вы к режиме огоняют, да, времена такие, что лучше поэкономить. Да, вообще, в целом, я к режиму отношусь довольно хорошо, потому что, ну, к чему там, да, перерасход в любом случае не нужен? Тем более, машина, что называется, из-под тебя не вылетает. Вроде бы динамика достаточная, но не выдающаяся. В целом, едет так же, как и любой из конкурентов в данном формате. При этом, владая меньшим расходом топлива, больше экономичностью. Возьмете X-Trail, например, да? И вы не поверите, ну, вот если бы мы с X-Trail, бы я взял, вот его поставил, G-Trail бы, X-Trail, Nissan бы уложил на обе лопатки. Хотя там вариатор классический ДВС, допустим, 2.5, да? Но едет так же, как 2.5, но 1.5. И, соответственно, момента больше, потому что турбины компенсируют. В общем, современный турбомотор – это сила. Это сила, но она долгосрока, кто-то скажет, кто-то скажет, кто-то вечно там любит позапаскалить, говорит, да вот, вы все там все время что-то нам рассказываете, рекламу втираете. Кстати, про рекламу. Не забывайте поддерживать канал, друзья. Дорогие зрители, благодарю вас за финансовую поддержку канала. С ее помощью выходят новые и новые видео. В это трудное время вы незаменимо помогаете мне. Кто хочет вступить в клуб и поддержать канал – ссылка в описании. Тем, кто уже поддерживает – большое спасибо. И продолжаем проходить сквозь смутное время перемен. Вперед, друзья. Ссылки в описании. Благодарю. Очень важный аспект – поддержка канала. Это очень важно. Ссылки в описании. Вперед, друзья. Поддерживайте. И продолжаем с вами ездить на самых разных автомобилях, которые только можно найти в стране. Большое спасибо тем, кто поддерживает этот канал. Вы большие молодцы. Стараюсь для вас. Работаю на автомобильном поприще. Продолжаем движение. Плотно сочетает трафик. И тут бы задействовать адаптивочку, но адаптивочки нет. Вроде бы АЦЦ, да, но всего лишь круиз-контроль обычный. Обычный, при этом вот тут хочется отметить. Честно говоря, настолько разнузданного круиз-контроля я давно уже не видел. Он вот скорость, здесь не знаю, получится ли у нас смоделировать. Но скорость он держит очень в широких пределах. То есть выстрел, допустим, 100. У тебя может быть и 105, и 95. То есть очень свободно себя кто-то фривольно ведет. Честно говоря, удивительно. Может, конечно, основа, конечно, на адаптивку. Адаптивка это класс. Но, опять же, гибридность-то придется выбирать вам. Доплачивать, соответственно, естественно. Ну, а здесь машина доступнее. Идеально железно с точки зрения, да, потому что на зимней резине, правда, не шипованной, идет очень хорошо. Тем не менее, ну, хочется мне, чтобы круиз-контроль... Пускай он не держит, естественно, никаких расстояний, он примитивен. Здесь вся составляющая с отслеживанием разметки, там, на этом зоне здесь нет. И не мешает. Церкала большие. Вот действительно есть вещи, которые, ну, помогают, Но, в целом, их отсутствие ты никак не замечаешь. Вот адаптивка сама в себе, конечно, хороша. Хороша. Ну, сейчас вот посмотрим, вот как будет на мосту. На мосте. Правильно подскажите. Посмотрим, как будет. Сейчас выставим чуть побольше. 91. Вот 91 поставил до 2 км в час. Вот он еле, он еле добирает эту скорость. Может, это крыжи... Да, кстати, может быть, с корпусом поставить сейчас. Может, я... Да нет, точно так же. Ну, вот видите, да, то есть он, ну, очень флегматичен по соотношению и удержанию скорости. Хоп, перебрал, да, видите, 101-104. Я, друзья, всегда за то, чтобы действительно гореть так, как оно есть. И плевать, что, например, могут, как черри, да, просто говорить. Да пошел ты со своими тестами, нам честность не нужна. Иди-то в баню, как говорится. Вот хороший бренд он сразу чувствуется. Вот, Джили, пример хорошего бренда. Говори, как есть, и все у тебя будет хорошо, потому что, да, самые разные возможные ситуации от автомобилей. Мир автомобилей непредсказуем. И когда бренд дает достойные издовые свойства, это же прекрасно. Это же просто прекрасно. Поэтому двигаемся дальше. Смотрим, как дела. Обороты. Итак, спорт режим Далой. Видите, скажем, что что-то оборота выросло. Лой ФВК. Посмотрим на обороты. Около 2110. В целом, без вопросов. Нужно ли больше вам оборотов? Или меньше? Меньше может быть, но тогда будет больше напряжения в движении. Не забывайте, что это трехцилиндровый мотор. И тут есть запас по скорости. То есть, 2000 это хорошие обороты. Можно выйти в правильное движение. Пожалуйста. Комфортно ехать на автомобиле. Шина не слышно. Двигатель не слышно. Ну, разве что, наверное, воздушная масса вот их движения ощущается. А так, пожалуйста. Удобное, уверенное европейское вождение с четким рулем. Думаешь, хорошо, когда дуги прописывает. Здорово. Никаких лишних вихляний, ничего. Хочешь ускориться? Давайте посмотрим, как режим. Педаль в пол. Небольшая заминочка. И плавно выходим на передачу ниже, выкручивая двигатель. Тоже. Никакого надрыва, ничего. Вперед устремляемся. Класс. Можно было требовать более скоростной работы и бесшовного от автомата. Ну, по нынешним временам, наверное, да. Потому что по нынешним временам все хотят все больше и больше. С другой стороны, классический автомат. Он с достаточным количеством ступеней. И его не самая быстрая работа ну, совершенно никак не мешает и позволяет уверенно двигаться с достаточным комфортом. В общем, вполне себе зачтено под связку двигатель-трансмиссии. Автомобиль получает любителям драйва будет не доставать скорострельности, как говорится, да. Но остальному большинству, для кого автомобиль предназначен, это же во мнении GT какой-то лай. Вот что доктор прописал. Высокая экономичность, адекватная работа, хорошая настройка подвески, европейская. При этом, да, уверенно отрабатывает неровности автомобиль, потому что шины, опять же, зимние 18-е. Стоит ли ставить 19-е, конечно, за этими гибридными, да, составляющими? Там 19-е колеса стоят. Я думаю, что нет, вообще 17-е было бы идеально. Было бы классно. Месистость появляется. При этом автомобиль, будучи кроссовером, никто не требует от него там идеального отлика и там чего-то еще, что требуется от таких трековых автомобилей. Вот для широких задач широкая резина. Эй, говорите, пожалуйста. Тормозам тоже никаких претензий. Вообще. Все удобно, все хорошо, все предсказуемо. С размером усилия нажать торможению, все это вместе вкупе дает достойную тормозную динамику и удобство ее управления. Не придерешься. Не придерешься. Но опять же, кто-то скажет, вот, давай на трек выйди, там, давай круглян и верти. Ну, я всегда удивлялся вот этому подходу, когда ты требуешь от автомобиля чего-то, да, странного. Причина проста, потому что большая часть эксплуатации для большинства транспортных средств, неважно, это кроссовер, не кроссовер, если мы не говорим только от супернедорожников каких-то, да, где направление исключительно, все ездят по таким вот дорогам. Если у вас в вашем районе дорога разбита, больше профиля, больше мяса, что называется, да, в данном случае под мясом резину моим виду с воздушной прослойкой внутрь. И это все обеспечит вам помощь подвески, компенсирует ее. У Атласа достойная подвеска. Достойная подвеска, да, она несколько поджата для лучшей управляемости, но в любом случае она обладает энергоемкостью и уверенно демпфирует неровности, доставляя удовольствие в случае необходимости ехать быстро. Не просто ты едешь такой, ну, нормально, помните, были стерильные корейцы, да, когда, ну, нормально. Вот здесь вот есть огонь, я чувствую его, я понимаю, что машина готова к приему GT-версии, готова к двигателю от Tugel и трансмиссии, чтобы показать все мощное, ну, вряд ли мы, конечно, ее увидим, но очень бы хотелось бы, прям ешь, думаешь, ах, хорошо, ах, хорошо, движение, вот, вот китайцы молодцы, вот они развились, не просто ездить можно, а ездить и удовольствие от этого получать, наслаждаясь драйвом. Класс. Ну, а то. Ну, а то, друзья, вот так. Вот такое вот сочетание моноприводного автомобиля. есть вопросы, пишите комментарии. У меня лично вопросов к жире нет, есть только желание, пожелание сделать заряженную версию, ну, учитывая, конечно, тенденции, она будет слишком дорога для большинства, ну, и, наконец-то, сделать все-таки полгоплай Android Auto, потому что, да, с зеркалированием даже не работает, вот сейчас вот в силу отсутствия оплаты, ну, вы знаете ситуацию, все заблокировано, и в зеркалировании с AD Connection не работает YouTube, да, ну, и качество звука. Есть Volvo, есть Volvo с Bowers & Wilkins, даже Boxing Bowers & Wilkins, есть Harman Kardon, да, вот это да, Harman Kardon, ооо, да, тоже хорошо, нет, вот, посредственное звучание, это действительно, это действительно, ну, как там ни крути, и Tugela, и Atlas Pro, и Cool Rain с посредственным звуком, мы хотим, я хочу, ну, и вы должны хотеть, вы же смотрите канал, поддерживаете его, требуем, качественный звук сюда, чтобы насладиться автомобилем в полной мере, ну, а так, хорош, хорошо сочетание, можно смело брать, эксплуатировать, и наслаждаться движением, на качественном, современном, продвинутом автомобиле, Giliatus Pro, вперед, вперед, друзья, выбирайте версию по вкусу, я все равно, да, несмотря на то, что вроде бы, гибрид получился, не столь потрясающим, да, сколько хотелось бы, хотелось бы больше батарейку, там, хотелось бы еще больше мощности, но полный привод, делает свое дело, ну, и по выбраногруженности, он полегче, так, с вами обращаюсь, пока, изучаю автомобиль для вас, стараюсь, и за всех сил, до новых встреч, пока.